В реальности решение о том, что мы пойдем по этому пути, при котором мы становимся поле кормления для Запада, было принято на Западе не в 89-м, не в 90-м, даже не в 91-м году. Оно было принято в конце 92-го года, когда вместо Буша, старшего, который шел на второй срок, избрали Клинтона. И это было очень хорошо видно у нас. Уже в конце 91-го года связи наши с американским истеблишментом было четко видно. Есть группа Явлинского, ориентированная на команду Буша, и как чертик из табакерки появилась команда Гайдара, ориентированная как раз на Клинтона. Вообще говоря, нужно понимать, что в 91-м году произошло уникальное в истории человечества событие. А именно, впервые в мире не осталось альтернативных моделей развития экономического. Осталась одна единственная. Вопрос о том, хорошая она или плохая, в этом, вроде, не стоит. Другой нет. К 2000-му году стало понятно. Вообще Китай-то был альтернативой? Ничего подобного. Китай жил и живет на американских рынках. Поэтому, что он там внутри делает, это не важно. На тот момент еще не жил, еще не было известной модели никакой. Не-не-не, допуск Китая к американским рынкам был еще в 70-е годы. Просто первое время они уж больно с низкой позиции поднимались. Значит, в этой ситуации нужно было определиться. Это, условно говоря, я тут употреблю сильно более поздний термин. Мы полностью встраиваемся вот в ту модель, которая там в Вашингтонских консенсусах, ВВФ и так далее. Или мы пытаемся строить, условно говоря, суверенную демократию. То есть, с некоторыми особенностями. То есть, это был момент поиска. Это был момент поиска. И вот первые два срока Путина, это попытка определиться, значит, что нужно делать своего. Ну, например, довольно быстро выяснено, что политика Герасченко по увеличению денежной массы в противовес предыдущей политике по ее сжатию дает очень большой эффект. Монетизация экономики выросла в 10 раз с 4% до 40%. И это главная причина появления в экономике денег. Потому что нефть стала расти уже после ухода Герасченко. И с приходом Игнатьева не изменилась монетизация экономики. Как была 40%, так и до сих пор. 40% в 2,5 раза меньше норм. И, к слову сказать, я не знаю, многие ли это знают, но как только пришел Игнатьев, через год промышленная инфляция выросла в 2 раза. С 14% до 28%. На самом деле, есть целая куча вопросов, но я сейчас не буду влезать в детали. Значит, вот эти два срока были вопросы. И дальше выяснилось, собственно, если мы посмотрим на Мюнхенскую речь Путина. Это первое из двух выступлений. Потом было еще третье. Первая была Мюнхенская речь 7-го года. Второе выступление на Валдайском форуме в 14-м году. В 17-м году Путин поставил перед Западом вопрос. Вы нарушили те обязательства, которые взяли на себя в конце 80-х, в начале 90-х. Давайте на секундочку остановимся. Очень важная вещь. Тогда это называли конспирологией, такую постановку вопроса. Но где-то год назад Макрон ее просто впрямую подтвердил. И это был ключевой вопрос. То есть, был один вопрос. На что сказал Запад, я не знаю. Но, соответственно, с приходом Медведева была попытка подружиться. Я прекрасно помню, что сказал Запад. Речь была названа вопиющей. Речь была названа шокирующей. А вы кто? Да, примерно так. Причем, вот я на одной из программ, когда мы обсуждали холодную войну, и прошлую, и, возможно, текущую, упоминал, что я речь про то неоднократно перечитывал, и все никак не мог понять. А что же там такого шокирующего-то? Объясняю. Там вроде бы прописаны истины. Объясняю. Но это настолько вызвало реакцию неадекватную. А там уж-то Запад списал Россию как фактор мировой политики и мировой экономики. Списал. И вдруг неожиданно это, вот это, которое уже не существует, неожиданно что-то вякает. Политика Медведева была попыткой все-таки договориться. В 2014 году, и тут я просто эту речь слышал сам, Путин сказал следующее. Это последнее предупреждение. Если Запад не откажется от продолжения своей политики по игнорированию своих же обязательств, пеняйте на себя. И после этого и началось. И сегодня, давайте смотреть правде в глаза. С 2014 по 2019 год. Россия вошла в тройку мировых политических лидеров. США, Россия, Китай. И Ангела Меркель в начале этого года сказала, что ее задача до конца своего канцлерского срока вывести Германию на уровень трех политических журналистов. То есть поиск, собственно говоря, по крайней мере в этой сфере действительно завершился. В политической части мы обрели самостоятельность. В экономической нет. Импорт потребительской продукции составляет 300 миллиардов долларов в год. Так, это предлагаешь заменить собственные? Ну, обеспечьте, наконец, инвестиции во внутреннее производство. Вот вам спрос. Чего производство? Каждый год 300 миллиардов долларов уходит из страны. Покупаем ширпотреб. Мы не можем производить ширпотреб. Все. Значит, санкции сыграли роли реально только для наших оборонных предприятий, которые не могут закупать... Про нефтегазовые? Про нефтегазовые меньше. Ну, все-таки меньше сыграли, сыграли. Ну, сыграли. Ну, не будем... Значит, я могу сказать, что они составляют примерно четвертый, пятый фактор, да? Абсолютно идиотическая... Которая полностью запрещает... Я могу сказать, да, вот в чем логика, да? Вот как в 91-м году Гайдар сказал, что нам нужны иностранные инвестиции, и не нужны российские. Так вот сегодня эта линия и ведется. Рублевые инвестиции де-факто запрещены. То есть, как только вы попытаетесь... Подождите, сейчас же идут масштабные инвестиции в инфраструктуру. Государственные. А откуда? Государственные. А частные не идут. Потому что это невозможно. Это невыгодно. У вас так устроена система, что валютные спекуляции на порядок более выгодны, чем любые инвестиции в реальный сектор. Никита Иванович, выгоднее. Валютные спекуляции выгоднее. Ну, вообще спекуляции всегда выгоднее, чем реальные секторы производства. Риски велики. Это первая проблема. При стабильном курсе спекуляции резко теряют привлекательность. Насчет стабильного курса это, конечно, сильно. У нас только последний год, когда рубль укрепился где-то на 2% в течение года, он не болтался. А в 2015 году, например, по рейдам... Не надо грязи. На 6,1% за 11 месяцев. Ну хорошо, на 6. К доллару на 5,2%, а к евро аж на 9,1%. Ну, евро мы не будем. Евро сама упал. У нас с рублем нормально. Евро сама упал. Сейчас... Не надо грязи. Сейчас да, но в части получения кредитов... В 2014-2015 годах, действительно, когда начался обвал курсов, я же помню, опять же, экономическое сообщество говорило, ну, нужно немедленно прекратить свободный оборот валюты. Нужно немедленно прекратить свободную продажу валюты. Нужно немедленно ввести полную продажу валютной выручки. Нужно ограничить экономику. Мой опыт чиновника... Секундочку, правительство говорило, обождите, если мы это сделаем, мы рухнем. Давайте спокойно и поступательно решим эту проблему. Мой опыт чиновника говорит о том, что если у вас есть человек, который называет себя экономическим экспертом, но который никогда не занимался государственным управлением экономикой, то слушать его не надо, потому что он ничего не понимает в жизни. Вот Никита Иванович подтвердит. Устранение олигархов от власти. Это 2000-й, это последующие годы. А в действительности удалось олигархов устранить от власти? Вот с вашей точки зрения. Ну, я не политолог, поэтому я не буду трактовать понятие устранения от власти. Если вы посмотрите на темпы роста богатства, полпроцента самых богатых, вы увидите, что они колоссальны. Если говорить об экономике, то вся наша жизнь делится на два больших периода. Первый начался в начале 99-го года, еще до того, когда в результате адекватный по политике Маслякова и Герасченко начался экономический рост. Причем он был настолько большой, что возврат либеральной команды в правительство, а Греф занижал цифры экономического роста, потому что они не вписывались в его прописи. А после того, как ушел Герасченко в 2002 году, темпы роста стали падать. Но тут начался рост цен на нефть. Дальше с 2008 года по 2012 год, это некоторые колебания, то взлет, то посадка. С четвертого квартала 2012 года в стране непрерывный экономический спад. Без остановок, но только с резким проседанием в 2015 году, когда гениальная политика госпожи Набиулиной с Центральным банком привела к двукратной девальвации рубля. И, соответственно, в 2015 году где-то было минус 8, минус 10 процентов ВВП. Минус 7,8. А дальше, повторяю, это ВВП, это бухгалтерские показатели. Мы можем считать по-разному. Нет, но реальные зарплаты у нас растут с 2016 года. Говорить о том, что страна падает с 2012 года, это неправильно. Уровень жизни населения с лагом с 2013 года непрерывно падает в стране. Ничего подобного. Уровень жизни населения растет за последние 2 или 3 года. Это совершенно отличная вещь. Посмотреть хотя бы на рынок автомобилей. Любопытное расхождение. Даже официальные данные.